Почти каждая женщина регулярно хочет обновлять гардероб, особенно к новому сезону. Но не каждая женщина думает, как производятся эти вещи, а главное, куда они потом отправляются. В пятом выпуске программы Эко Пушкина мы говорили, куда сдать ненужные вещи. А сегодня мы говорим о том, где их купить и сделать это экологично. Сегодня мы в секонд-хенде. Глобальный тренд на экологичность и осознанное потребление сделал популярными секонд-хенды. Они помогают продлить жизнь ненужным вещам, а главное сократить количество покупок новой одежды и уйти от принципов быстрой моды. Благодаря секонд-хенда можно выглядеть стильно и модно, без вреда для экологии. И мы это докажем. Сегодня мы пригласили сюда стилисты Наталью Кубышину. Наталья, здравствуйте. Добрый день. Скажите, как часто вам приходится ходить в секонд-хенды? Может быть, для себя, может быть, даже для клиентов? Знаете, это очень интересный вопрос, потому что в настоящий момент покупательская способность очень снизилась у людей, а выглядеть хорошо хочется всегда. Поэтому да, я хожу в секонд-хенды, я покупаю вещи себе на Авито и вам советую. Почему это так? Во-первых, это экономия. Во-вторых, это возможность найти те вещи, которые невозможно купить уже в магазинах. И в-третьих, это можно купить действительно абсолютно новую вещь по выгодной очень цене. А какие вещи больше всего можно найти в секонд-хендах? Может быть, это трендовые или, наоборот, базовые? Или какие-то интересные спортивные вещи можно здесь поискать? Я уже ознакомилась с ассортиментом данного магазина. Я что обнаружила, здесь очень много джинсовых вещей, много трикотажа. То есть, по сути, это такая уличная база на каждый день. Поэтому здесь, в принципе, можно найти. Каких-то трендовых вещей в данном случае я пока не увидела. Ну, давайте тогда вместе сейчас поищем какие-то интересные вещи, попробуем собрать лук или, как называется, какие-то комплекты одежды. Да, пожалуйста. В российские секонд-хенды одежда приезжает в основном из Европы. Ее обрабатывают, а значит, от нее ничем нельзя заразиться. Ту же одежду из магазинов кто-то примерял, а иногда и носил, но после сдал. Иногда в секондах попадаются вещи даже с бирками, как от людей, так и из аутлетов. Так, сейчас посмотрим верха. Ой, ну вот этот верх лучше убирать из гардероба, он уже совсем не актуальный. А вот такая вот штучка-жилет. Очень даже интересная модель, потому что ее можно носить как с джинсами, так и с брюками, и поверх рубашки. И вписать ее в гардероб достаточно легко. Мы возьмем эту вещь на примерку. Очень много темных вещей, черных, но как стилист я не рекомендую использовать много черных вещей в гардеробе, поэтому на черные вещи мы не смотрим. А вот такой джимберок в моде сейчас? К сожалению, в нем недостаточно объема. Если мы наденем даже на свою фигуру, на размер 44-46, он будет достаточно в облипочку. И у него не хватит тогда длины и ширины для полноценного, интересного и стильного образа. Поэтому лучше такую модель надеть на ребенка лет 10. Тогда он будет смотреться интересно. Продолжение следует... Обрати внимание, сейчас галстуки это тренд сезона. Их носят все модницы, но их можно носить по-разному. В данном случае я повязала тебе галстук в виде ремня. Это, посмотри, какая интересная деталь. Она явно привлекает к себе внимание, и ты находишься в тренде. Несмотря на то, что все вещи куплены в секонд-хенде. Использование одного аксессуара в разных образах тоже экологичный тренд. И пояс, и повязка на голову, и мужу можно как галстук надеть. В итоге 1700 рублей. Вышли пять вещей. На эти деньги в масс-маркете мы бы купили одну, а то и ни одной вещи с учетом нынешних цен. Настя, подскажи, как твои впечатления? Оправдались твои ожидания? Может быть, что-то прям зацепило? Ну да, мне вот понравился, например, наш второй образ, такой хулиганский. Я бы, наверное, в таком никогда не вышла на улицу. Или там не пойду на работу, да, на съемки, как тележурналист. Но при этом было интересно на себя просто надеть необычные вещи, почувствовать себя. Может быть, какое-то новое мироощущение почувствовать. Не торопитесь выбрасывать свои вещи, даже если на них есть пятнышко, или вам кажется, что они испорчены. Сейчас только набирает обороты новое направление в дизайне. Это апсайклинг, когда из старых вещей мы можем сделать новый. Вдохновляйтесь, смотрите, изучайте. И, конечно же, используйте свой гардероб на все 100%. Попробуйте и вы зайти в секонд-хенд. Возможно, тоже сможете найти что-то интересное.